доброго времени суток всем друзьям напомню вам что это заключительная часть обзора gta 5 проекта antaris apg мы посмотрели в прошлых частях интересные решения связанные с работой какие-то моменты механики на этом проекте есть очень интересные и удивительные решения на мой взгляд осталось посмотреть то что еще представляет этот проект какие еще есть виды деятельности работы ну и одна из таких фишек этого проекта как я и обещал показать это похожая механика на проекты армы армы 3 как видите тоже есть багажник встроенный уже в машину прописаны графически это конечно так скромненько сделано но как и в армии принципе все то же самое мы можем использовать машину как временное хранилище да это очень полезно для тех кто только зашел и не имеет своего дома в котором можно было бы хранить какие-то предметы для крафта или тому подобное ну и отправляемся дальше смотреть на красоты и уникальность этого проекта ну если вы смотрели предыдущие части то наверное заметили что здесь до под новый год добавили снежный мод я не очень рад этому добавлению потому как мод видно что не сделанный рок-старовцами это какой-то мод maker сделал потому что мод здорово посаживает фпс и не очень корректно себя ведет то есть очень резко наступает смена погоды и снег идет под водой потом это увидите но очень мод видно что такой сыроватенький но я не вижу на самом деле смысла его вообще сюда было добавлять ну добавили и добавили ладно не в этом дело мы взяли еще одно задание задание следующее нужно было поменять себе прическу задание похоже на то как мы делали то же самое с одеждой задание простое просто надо поехать и купить себе одежду в данном случае надо было себе поменять прическу причесок большое количество есть что выбрать есть что себе подобрать поэтому задание нельзя сказать что сложное такое проходное так его назовем ну и пока я тут подбираю себе молодежную стрижку которую надо сказать совсем не дешевая ну ладно напомню что все задания на этом проекте изначальные задания для так сказать новичков связаны с одним npc который стоит возле мэрии с ним нам надо все время взаимодействовать и нужно выполнить все задания которые он предлагает заданник больше ознакомительные чем какие-то нагружены каким-то смыслом ну а далее вот пока я ехал к следующие обзорной мною точки случилось вот такое небольшое р.п. здарова чё хочется не дружище пока нет но спасибо за предложение я еще смотрю что за проекцию покатаюсь немножко позырю не спасибо хочу сам посмотреть ну вот подобных предложений мне поступало вот это уже третье здесь люди создают некие семьи это аналог кланов или группировок в армии здесь это называют семьями но группировки здесь тоже есть я естественно вступать на какие группировки не собираюсь и вообще всегда говорил что р.п. на этих проектах небо совсем не нравится она очень слабо развитая и всегда односторонние вот кстати сейчас ко мне привязался очередной рпшник данного проекта как видите он пытается что-то мне показать изобразить но я уже говорил что здесь все ездят вот в этом прозрачном варианте это называется пассивный режим вот этот рпшник пытается что-то мне навязать какой-то свое рп а я очень не люблю когда в мой геймплей вмешиваются поэтому я ищу с определенные проекты ну у него нету голосового чата связи вернее голосовой он пишет мне в чат вот я показываю где это это все рп что здесь происходит я попытался с ним войти в диалог до решить какую ситуацию моему по барабану вот он пишет в чат и хочет взять у меня деньги то есть вот такой рп на этих проектах это обычное дело то есть вот на этом проекте это вообще просто вот ну крутой рп который вы сейчас видите я как видите не обращаю на него внимание беру следующую работу чтобы вам показать он продолжает строчить в чат какую-то хрень я игнорирую его потому что если ты зашел на такой проект и не имеешь голосового голосовой связи я считаю что тебе вообще здесь не место если ты не можешь со мной войти в диалог и решить вопрос а пиши в чате но пиши и дальше но он не отвязывается абсолютно не отвязывается он достал оружие и сейчас вы увидите что будет происходить да он начинает у меня стрелять вот такой рп на этих проектах и это не одну не первый случай я не показываю их просто на видео потому что я хочу показать атмосферу всего острова вот подлетает следующий рп да то есть по барабану что я здесь стою сбиваем главное добиться своего результата добиться того что ты доехал до берега на всех остальных ему насрать вот такой рп это вообще не исключение ну и ладно тут меня просто немножко бомбануло потому что пока я пытался сделать данное видео сделать этот обзор и показать какие-то красоты этого острова вот таких вот идиотов попалось очень большое количество которые просто мешают твоему геймплею но в данном случае моему обзору ну ладно мы взяли следующую работу и она связана с тем что нам надо на подводной лодке в обозначенных местах на карте как видите вот на карте он обозначен кружочком белым находить ящики вот эта работа мне ребята очень не понравилось видите как плохо выполнены сами ящички которые надо найти и объекты которые надо находить это не всегда ящики но это всегда очень плохо видимые объекты это не очень хорошо это вот видите на данный момент это зеленая штука тоже наверно ящик было я так не разглядел есть еще какие-то там предметы которые надо находить и все они спрятаны вот в этих вот кружочках кружочки друг от друга на огромном расстоянии ну и как вы понимаете подводная лодка это не есть машина на добираться от точки до точки очень долго и нудно но даже долгота и нудность того что мы добираемся от точки до точки долгие не так плохи как то как выполнены эти объекты которые надо найти а это действительно очень плохо читаемые какие-то ящики какие-то предметы я бы на месте автора сделал это в виде каких-то оранжевых там или красных штуковин но который игроку было бы не так сложно находить есть предметы здесь которые я нашел вообще случайно просто проплывал мимо вот как этот я его и не видел просто проплывал мимо и у нас учет пик все нашелся вот здесь вот я очень долго искал вот если вы сейчас приглядитесь вот найдете вы его или нет где находится этот объект вот его я нашел случайно и это тратить на это тратится очень большое количество вот сейчас наверное вы уже видите его да вот он маленький маленький вот он подобрался и вот таких вот назовем это тайных закладок здесь очень много я если честно уже молился быстрее бы выскочила эта табличка говорящий о том что я уже прокачал уровень потому что ну так мне это дело надоело и были точки на которых я тратил больше пяти минут вот сейчас вы видели да четко виден был ящик но таких точек очень мало вот наконец-таки выскочила та самая табличка от которой я просто возрадовался потому что действительно работа очень нудная тяжелая искать эти ящики или объекты очень и очень сложно мне она не понравилась я даже выбросил подводную лодку потому что выполняя задание она тащила меня на пол чуть ли не в другой конец острова но как вы можете заметить здесь стоят другие машины это машина других игроков которые тоже приезжают сюда по работе и мы видим что машинки уже как бы ну не начального уровня приходит сюда именно вот за этой вот деталькой она выпадает очень редко называется это осколки нло к примеру за то же время работы электрика мне выпало аж 8 проводов и вот за долгое время работы подводным исследователем всего одна вот эта деталь осколок нло вот насколько это редкий предмет поэтому на эту работу приезжает вне зависимости от уровня чтобы найти вот этот предмет осколок нло но мы тем временем возвращаемся обратно к мэри к нашему нпс чтобы взять следующее задание как видите осталось их совсем немного и зато это задание одно из тех на которых я можно сказать обосрался я купил машину я это показывал эту шестерку или копейка или что это бог пойми какая-то модель но очень я ее купил рано было такое задание купить машину вот она мы едем ее покупать то есть то что я купил машину вне задания не засчиталась придется потратить на еще одну машину он печально конечно придется потратить денежки ну ладно как говорится обосрался сам надо было быть повнимательнее читать задания я этого не сделал ну ладно выбирая машины как всегда в том же самом магазине он здесь единственный зато здесь очень много категорий всевозможного транспорта и мототехники все здесь все в одном магазине это на самом деле даже как-то удобнее наверное чем когда разбивают магазины по классам там элитные транспорты мега транспортом еще какой-то внедорожники но в общем ладно здесь сделано вот так нам нужна самая дешевая машина потому как я уже купил одну и мне в общем-то много машин ты не надо я ищу для себя самую что ни на есть дешманскую но не хотелось бы покупать точно такую же то есть вернет шестерочную копейку и я остановил свой выбор на мини купере вот на этом он дешевый побыстрее чем наша шестерка это поэтому я думаю надо брать его вот в чем я не смог здесь разобраться так это в покраске машины насколько я могу понять здесь в магазине они все представлены в одном белом цвете а уже красить ты должен их отдельно потому что я что не нажимал я так и не понял где мне выбрать цвет ну ладно я как и ту взял в белом цвете дальше так как я буду использовать уже свеже купленную машину я забираю из багажника все свои шмотки которые когда-то туда положил потом через планшет мы взаимодействуем выбираем машину которую мы сейчас купили она появляется те машины которые у меня есть они исчезают иметь на карте сразу две или три машины по моему это невозможно они все исчезают можно ездить только на одном виде транспорта ну и менять их по очередности не знаю пропадают ли вещи когда машина исчезает вот это сказать не могу поэтому я перестраховался переложил все вещи в эту машину ну вот так выглядит эта модель как я понимаю это такая реплика мини купера но так как лицензии в gta нету поэтому машины всем ну примерно так называются и но или должны просто узнаваться машинка внутри выполнена вот таким то образом в общем-то показывать тут больше нечего едем обратно к мэрии чтобы забрать очередное задание но очередное задание тоже не является работа это просто проходное задание обучающие может сказать игрока пришедшего на остров то есть нам надо поехать и нашу свежекупленную машину тюнинговать где она тюнингуется я думаю знает каждый здесь это же . как и в стоковой синглплеерной версии заезжаем и тут уже смотрим что он нам надо поставить выбор мне очень удивил заметьте здесь можно выбирать и руль и приборку и коробку и рычаг переключения передач то есть здесь добавлено действительно очень очень многое на прошлых своих обзорах я не заезжал из-за сложности приобретения своего транспорта я не смог показать вам как выполнено на других проектах подобное здесь же я это смог вам показать и еще раз сейчас покажу и тут сразу же возникает вопрос а чё сразу-то не показал а потому что я обосрался в очередной раз и обосрался и опять по заданию надо быть внимательны я уже говорил что я не очень внимательный человек поэтому я не читаю последние задания не мешало бы так вот я попал на машину а теперь следующее задание нужно зарегистрировать свою машину в таксомоторном парке здесь в виде такси работают абсолютно любой человек просто регистрирую свою машину в таксомоторном парке все ты таксист но для этого машину надо покрасить как видите я взял обратно старую шестерку потому что не хочу делать из той такси ее надо покрасить в желтый цвет но его теперь у нас есть возможность посмотреть все повнимательней и заодно посмотреть как выглядит здесь цвета какие цвета добавлен как то вообще можно делать как я сказал выбор огромный я естественно всем пользоваться не буду просто связи с тем что у меня скудное количество денежков я тут и но не не задрачивал как бы на точках давай я показывал он не уходил с точки показывал уходил поэтому денег у меня не очень много но хотелось бы конечно показать все но увы увы смогу показать только краску а по условиям машина работающая в такси должна быть желтого цвета вот тут у меня на кстати был небольшой проблем небольшая проблема желтых цветов очень много есть и желтый цвет ультра есть там желтый цвет металлика перламутр цветов много а какой разрешенный то опять обосраться то не захотелось бы но я выбрал самый простецкий желтый цвет и мне это засчиталось то все теперь я могу регистрировать машину в такси туда я сейчас еду таксомоторный парк как и везде наверное это уже третий мой проект он везде находится вот здесь почему-то не меняются видимо считается эта точка более антуражной подходящей для таксомоторного парка потому что все такси которые я показывал предыдущих обзорах все находится здесь здесь тоже как видите вот такая табличка гласящий о том что я могу зарегистрировать свой транспортное средство и в любой момент его снять и если вы помните я говорил что вряд ли здесь будет такси работать я ошибался и я очень рад что я ошибся я всегда приветствую когда таксомоторный парк задействован в игре здесь вызовы действительно поступают и сейчас я покажу и вызов очень много не могу сказать с чем это связано но такси реально вызывают вот я недалеко отъехал и посмотрите такси уже сразу же вызывают вот выскакивают таблички гласящие о том что поступил вызов таких табличек выскакивает очень много достаточно часто поэтому я рад что я ошибся в своих домыслах и предсказаниях такси работает и это вы еще в дальнейшем увидишь таблички будут выскакивать и выскакивать кстати таблички выскакивает так шустро что даже не всегда успеваешь на них среагировать другие таксисты перехватывают твои заказы но это здорово это конкуренция тем временем я взял последнее свое задание из этого списка и решил совместить работу такси и это задание в одном последнее задание скажу вам мне понравилось меньше всего она какое-то странное и непонятное в общем она ведет нас на криминальную тропу это не всегда плохо это наоборот как-то наверное развеивает атмосферу на острове как-то тебя развеет от скучной работы в общем нам надо было найти декого персонажа который нам даст следующее задание его я побегал надо сказать долго поискал стоит он в этом месте вот видите еще кто-то подбежал быстренько взял задание ладно он нас перенаправляет к другому человеку то есть точно также надо ехать на другой триггер и там же искать этого человека поэтому быстренько на этом же такси видите кстати таблички так и выскакивают отправляемся искать следующего персонажа следующий персонаж находится вот в такой заброшенной деревушке но здесь и по сюжету игры есть некий магазинчик вы его помните если проходили игру и я сразу же понял что скорее всего его поставят туда и я не ошибся этого нпс поставили в этот магазин на второй этаж поднимаемся к нему ищем этого нпс с ним взаимодействуем он нам дает следующее задание оно связано с тем что надо собрать наркотики наркотики разбросаны по всему острову я я очень надеюсь что у всех разные точки потому что есть еще и будет в одних точках лежать это будет очень скучно поэтому мы быстренько направляемся к этим точкам они по всей карте разброс на них немного их там по-моему пять точек всего и быстренько собираем то что он нам сказал а именно эта трава поначалу я испугался что автор будет прятать эту траву в каких-нибудь скрытых местах и это будет тоже также выполнено заедешь на точку и там будешь бегать искать нет трава высвечивается вот так то видите она лежит в кустики она подсвечена то есть искать ничего не надо ну париться по крайней мере не надо все собрали поехали на другую точку так нам надо проехать по всем точкам вот так разброс на наркотики выглядит это все в виде сумок подобную сумку я показывал в начале в первой части этого обзора так здесь выполнены все предметы которые вы бросаете на пол чтобы то ни было будь то осколки нло или это будь провода без разницы все здесь выполнено вот в таком виде то есть все предметы брошенные на пол будут выглядеть в виде сумки ну и вот последняя точка это единственное где автор немножко заморочился здесь надо залезть на эту огромную бочку и уже сверху подобрать закладку так назовем ее что ли все это была последняя закладка самое сложное ну если это можно очень назвать сложностью но и когда мы собрали все необходимые нам сумки все запрятанные эти наркотики нам надо по условиям самим спрятать эти наркотики как видите мы находимся в неком очерченном белом кругу вот в этом кругу нужно сделать закладки сделать их нужно следующим образом я их делал примеру так поднимался на какой-нибудь предмета перетаскивал на слово выбросить эти наркотики и они как бы падали мне под ноги да и я рассчитывал что они упадут туда в колесо так это в общем то и случилось и так надо запрятать все а глупость происходящего в том что эту точку знают все в округе то есть все менты это знает и помните я показывал что менты здесь просто так летают ничем не заняты они заняты поиском вот этих вот закладок они знают где находится этот круг они здесь ездят и постоянно ищут если менты не найдут эти закладки то мне упадет день денежка через 15 минут если менты найдут то я автоматически буду в розыске ну что там дальше произойдет я уже не знаю забегая вперед скажу что я сделал все закладки все заложил но деньги мне так и не пришли то есть я так думаю что менты нашли все что я спрятал и это вот есть та самая глупость вы прячете там где менты знают про эти закладки и в общем то они больше ничем не занимаются как только ездят сюда и здесь ищут эти закладки и здесь же идут постоянные перестрелки это в очередной раз доказывает сказанные мною слова о том что на этих проектах очень слабо развитое рп то есть она настолько одностороннее что даже удивляет а иногда хотелось бы какое-то разнообразие но его здесь не происходит я уехал оттуда я сделал закладки уехал туда на стояночку и здесь просидел 15 минут в ожидании что упадут мне деньги или нет деньги мне не упали соответственно мои наркотики нашли и значит я теперь в розыске я точно знаю что менты не будут меня искать потому что за все присутствие мною на этом острове ко мне ни разу не обратился ни один полицейский я вам показывал не просто тупо летают куда попало ну и все рп связаны с игрой за полицейского этот поиск наркотиков и видимо там же поиск тех кто попал вам список разыскиваемых вот и все ну а если говорить в целом то проект мне больше понравился чем не понравился да он слабо развитый как рп проект но я уже говорил что подобный проект надо как-то просто называть по-другому но и если уже говорить о том называть проект по-другому они в общем-то и у себя в лобби на сайте пишут что свобода действия то есть как бы вас никто не принуждает как я и сказал это фановый проект и здесь очень весело то есть здесь есть чем позаниматься здесь можно погонять для молодежи это вообще отлично ну для людей ищущих какой-то более серьезные ролевой игры да здесь конечно наверное будет не место здесь больше развлечений больше приколов всевозможных фишек чем настоящего такого брутального рп для меня же этот проект был еще одним шагом еще одним витком в том как могут развиваться подобные проекты какие есть механики мы увидели что здесь есть определенные фишки которых я например до цели не видел а теперь мы знакомы с ними мы знаем как их можно использовать и вопреки общему мнению что проекты связаны с gta 5 достаточно ограничены в своей механике я считаю что наверное не совсем так все таки как мы видим есть ряд механик которые можно добавлять на рп проект и ими воспользоваться и развивать этот проект в направлении рп ну если говорить про людей которые писали на сайте когда my life закрылся и решил поменять свое направление делая новый проект на базе gta 5 типа того что вы там не сможете ничего сделать потому что проект очень ограничено и он не заточен под рп там нет столько механика которую вы хотите воздействовать я думаю эти люди разберутся и смогут сделать рп проект на базе gta 5 такой же неплохой как вы они делали на базе армы 3 на острове алтис например поэтому не все потеряно у этого проекта я думаю есть все-таки шансы и если подойти к этому с головой и использовать все что мы уже видели на этих трех обзорах трех этих проектов то можно мне кажется сделать неплохой рп я буду в свою очередь искать искать то что я мне нужно то что мне ближе но на этом проекте я попытался вам показать все самое интересное что здесь есть какие-то интересные фишки нововведения которую я не видел ранее все красоты этого проекта ну и все рп какое здесь есть я все пытался вам показать более доступном что ли виде как это происходит как это работает если вам понравилось местные механики местная работа местные взаимоотношения и вообще в принципе проект то милости просим заходите остров открыт называется антарис найти его списке серверов не составит никакого труда но на этом у меня все спасибо кто смотрел и всего вам доброго